Работа машиниста только со стороны кажется сплошной романтикой. Путешествия, дальние города, но мало кто знает, как сложно бывает вернуться поездной бригаде после того, как их поезд наехал на человека. Уровень травматизма на железнодорожном транспорте остается высоким, говорят в управлении Одесской железной дороги. Только с начала года различные травмы получили 44 человека. К сожалению, для 28 они оказались смертельными. Ужасающая статистика имеет сразу несколько объяснений. Первое – это нарушение правил нахождения на железнодорожных путях, несоблюдение расстояния между железнодорожным полотном и движущимся составом, и человеком, который идет со стороны. Очень много случаев суицида. В этом году у нас уже 12 случаев. По заявлениям машиниста у нас были случаи суицида. Четыре человека. Четыре случая мы уже сняли с учета, ввиду того, что мы получили с полиции подтверждение, что действительно эти люди совершили суицид. Второй сигнал приближающегося поезда не слышат люди из-за своей беспечности. Пешеходы, которые не могут расстаться с любимой музыкой и постоянно слушают ее через наушники, все чаще становятся жертвами. Чтобы спасти человека, который оказался на путях, машинисты используют экстренное торможение. С начала года так поступили уже 122 раза. 60 из них успешно. В прошлом году у нас был допущен случай с помощником машиниста электровоза, локомотивного ДПП «Мошная» Даршенко Владимир Анатольевич. При случае наезда на женщину перед переездом охраняемым на станции «Колосовка», при осмотре места этого происшествия ему стало плохо. Заявили, вызвали скорую помощь, но при приезде он скончался. Основной причиной его смерти оказалась вызванной в нем стрессом. Остановить поезд быстро не позволяет элементарная физика. Состав массы в несколько тысяч тонн обладает огромной кинетической энергией. Оттого тормозной путь может достичь и одного километра. Еще одна сложность – психология. После столкновения машинист обязан осмотреть человека, если нужно вызвать скорую, дождаться полицию, а главное, даже после гибели сбитого, продолжить свой путь. Мы с собой как-то преобладаем и ведем поезд дальше. Когда уже остановился и трудно идти до человека, до того, который ты сбил, надо осмотреть и посмотреть, если она жива, или придает какие-то признаки жизни. Самое трудное из этого. Локомотивной бригаде, которая совершила наезд, дается три дня выходных и предстоит работа с психологом. В локомотивном депо Подольска для этого есть так называемая комната разгрузки. Здесь можно не только отличься от случившегося, но и обсудить проблему со специалистом. Психологи депо – это первое звено, которое снимает, как бы это экстренная помощь. Проговариваем эту ситуацию несколько раз, но более с удачным концом, чтобы немножко стерлось это событие, чтобы он мог дальше как-то с этим жить. И вот эти стрессы, эти негативные эмоции, они как бы накапливаются, наслаиваются друг на друга. И на фоне этого возникает психосоматика. Это заболевание. Владимир Гулько за 30 лет работы машинистом пережил два смертельных наезда. Говорит, что справляться с этим очень трудно. Его коллег настигали не только психологические проблемы, но и вполне серьезные угрозы жизни. Когда человек по станции Усатого сам кинулся под поезд, помощник машиниста стоял и в окно смотрел до последнего момента эту трагедию. И потом в бригадном доме в Одессе он не мог заснути. Випадки погроз были по станции Роздельно. Там машинист уже пошел на пенсию. Там цыганская семья, он сбил человека. Отправка в рейс бригады – это обязательный инструктаж, медосмотр и проверка готовности электровоза. Также в депо есть возможность не только обучать ремеслу машинистов-новичков, но и совершенствоваться опытным специалистам. Чтобы стать настоящим машинистом понадобится около трех лет. Однако есть путь и попроще. Благодаря вот этому симулятору за несколько минут я владел навыками первичного управления тепловозом. Настоящие же машинисты тренируются здесь почти каждый день. Благодаря этому аппарату они моделируют более 70 нештатных ситуаций. Здесь готовят настоящих профессионалов. Сегодня Подольское локомотивное депо – это огромный производственный комплекс, где 1300 сотрудников работают над тем, чтобы все электровозы были исправны. Здесь их ремонтируют и модернизируют. Но какой бы совершенной ни была техника, забывать о правилах безопасности на железной дороге нельзя. Внимание прежде всего. Юлиан Аксенов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». «Репортер». Репортер». Репортерkelt Dепracter. Европа.